КОМИКС 5 НА ЧЕСТЬ ФРЕДДИ ПОТЕРЯННЫЕ ДУШИ Фазберы, нам нужно поговорить! А? Мисс Рид, вы вернулись раньше, чем обещали! Мои дела в отъезде разрешились быстрее, чем я ожидала! Что-то не так? Ты, кажется, нервничаешь! Нервничаю? Ну, с какой стати нам нервничать? Эй, девчонки! Риган, я же говорила тебе держать свои игрушки дома! Это не игрушки, Келли! Я знаю, что просил тебя не называть их так! Эй, что случилось с твоей ногой, приятель? У меня сломалась лодыжка, но мы её починили! Хочешь, я взгляну? Хе-хе-хе! Нет, я в порядке! Спасибо! Очаровательно! Где ты взяла все материалы для этого? Эм, я нашла их в парке! Хе-хе-хе! Вы же знаете, здесь так скучно! Я давно хотела завести хобби, которое занимало бы меня! Как мило! Ты кажешься довольно искусна для любителя! О, эм, спасибо! Мы можем раздобыть ещё немного материала, чтобы помочь тебе! Спасибо, мистер Джепсон! Но в этом действительно нет необходимости! С нашей стороны, это не составило бы никакого труда! Как ваш покровитель, я предоставлю более существенные предметы, чем ткани нитки! И мы будем вам очень благодарны за это, ман! Почему вы такие нервные фазберы? Вы ведь ничего не скрываете от нас, не так ли? Хм, так-так-так, нарушение нашего соглашения, не так ли? Эм, видите ли, это было... Эй, я тебя знаю! Хе-хе-хе, да? Вы двое уже встречались? Да, извини! Я забыл сказать тебе, что мы встречались сегодня утром! Оказывается, мы ходим в одну и ту же школу! Чему я удивляюсь? Меня зовут Келли! Это мой коллега Риган! Я Бриддит! А это мой брат Коди! Добрый вечер! А теперь мне нужно, чтобы вы двое выслушали меня! Моя семья владеет собственностью на территории парка и вокруг него! И, естественно, это относится и к фазберам! Так что вы двое нарушили границы частной собственности! Я должна попросить вас уйти и не возвращаться! Если вы не хотите, чтобы я привлекла полицию! Погоди! Что? Позвольте мне перефразировать! Вы не имеете права находиться здесь! Нет! Мы имеем! Они наши друзья! Хм? Ты только что назвала их своими друзьями? Вы знаете, кто они такие? Что они натворили? Знаете ли вы, что это здание называлось ужасы фазберов? Это должен был быть проходной аттракцион ужаса! Не похоже, что это подходит для дружелюбных, ярко раскрашенных антра-аниматроников! Не так ли? Они рассказывали вам о своей грязной истории! О детях, которые пропали без вести под их присмотром! Они хотя бы рассказали вам о человеке, которого они убили! Ребята! Ребята! Бриджит, дорогая! Сладкая, послушай, мы... А? Коди? Мы никогда не хотели никому навредить! Коди! Прошу! Пожалуйста, поверь этому! Я вижу, что ситуация выходит из-под контроля! А? Которая! Никого из вас не волнует! Ты был здесь все это время? Терпение! Это что-то вроде моего таланта! Теперь, если я правильно понимаю, все, чего вы хотите, это чтобы дети покинули это место? И это потому, что здесь небезопасно? Да! Тогда, я полагаю, это решено! Дети должны уйти! Нет, я не хочу уходить! Ты ведь тоже не хочешь уходить, верно, Коди? Они ведь наши друзья, да? Я так и думал! Коди, отпусти меня! Я не хочу уходить! Ребята! Ребята, я не хочу уходить! Придержи коней, Бонни! Отпусти их! Нет! Мы были, наконец-то, счастливы снова! У нас все под контролем! Ничего плохого не случилось с тех пор, как они пришли сюда! Но это неправда, не так ли, Бонни? Особенно, учитывая, что прошлая ночь едва ли не закончилась очень плохо для этих двоих! Ммм? Прошлой ночью? А? Что случилось с прошлой ночью? Если вы что-нибудь сделали с этими детьми, я клянусь! Нет! Мы никогда бы не причинили им вреда! Сейчас-сейчас, Чика! Мы знаем, что ты не причинила бы им вреда нарочно! Но есть силы, находящиеся вне нашего контроля, не так ли? Ну... Ну... Оставь все как есть, Чика! Им лучше уйти, пока что-нибудь не случилось! Фредди! Это несправедливо! Это несправедливо! Ну-ну, Бонни! Я знаю, это трудно! Но так и должно быть! Это к лучшему! Ммм? Ммм... Ммм... Коди? Не надо, Бриджит! Просто не надо! Ммм? Эй, ребята! Слушайте, на улице темно, так что если вас нужно подвезти... Если вы боитесь, что мы вернемся после того, как вы уйдете, не надо! Мы не вернемся! Нет, я серьезно! Сейчас уже глубокая ночь! И я хочу убедиться, что вы двое доберетесь домой в целости и сохранности! Спасибо, но нет! Мы живем недалеко! И раньше мы сами добирались домой в темноте! Ладно! Послушай, чувак! Мне жаль, что все так получилось! Боже, заткнись, черт возьми! Мы уходим, хорошо? Вы получили то, что хотели! Не вешай мне на уши всю эту чушь! Ты не можешь просто делать вид, что все в порядке, пока я остаюсь собирать осколки! Я этого не выношу! Оставьте нас, черт возьми, в покое! Что ж, могло бы быть и лучше! Лучше и быть не могло! Тем не менее, похоже, они действительно заботились о Фазберах! И Фазберы, казалось, тоже заботились о детях! Они машины, Рига! Они ни о чем не могут заботиться! Ты говоришь, как твой отец! Какая разница? Нам удалось избежать будущего кризиса! Ничего хорошего не может получиться от взаимодействия с этими штуками! Неважно, Келли! Как скажешь! Келли! Хм? Хм? Субтитры создавал DimaTorzok